Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной второй семинар, который посвящен проблемам диссертационных исследований по налоговому праву. Представляет настоящий семинар ЮЗВАК Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего семинара, то сначала я предлагаю рассмотреть вопрос, связанный с критикой диссертационных исследований. Ну а затем будут рассмотрены конкретные проблемы, которые возникают при написании диссертации по налоговому праву. В данном случае будет рассмотрена проблема выделения институтов налогового права, проблема междисциплинарных подходов, применение иностранного опыта. Ну а в заключение будут рассмотрены интересные и качественные исследования по налоговому праву. Так, ну начать хотелось бы о значении критики применительно к диссертации. Ну я думаю, все поняли из названия семинара, что это не первый материал, который посвящен проблемам диссертации в налоговом праве. То есть, например, на канале есть видео, которое посвящено проблемам диссертации в налоговом праве. Кроме того, опубликованы две статьи в журнале «Налоговед», которые связаны с диссертациями по налоговому праву. Здесь следует заметить, что на статьи поступили отзывы, отзывы как положительные, так и отрицательные. Что касается положительных отзывов, то единственное, что отмечу, что те, кто писали, даже усиливали аргументы автора, то есть мои аргументы, а именно, например, приводили новые иллюстрации того, что ряд авторов необоснованно заимствовали те либо иные идеи других лиц. То есть, скажем, цитировали без указания источника. Но я бы прежде всего хотел обратить внимание на критические замечания к моим статьям. Какие вообще это были замечания? То есть, говорили, что эти статьи некомпетентны, оскорбительны для авторов, которых я упоминал. Вторая претензия, что вообще диссертация – это творчество, свобода мысли, и я слишком строго отношусь к идеям, которые высказывают те либо иные авторы диссертации. Ну и были также высказывания, не понимаю, правда, к чему это, то, что на варе и шапка горит. То есть, какие-то ко мне также претензии. Но проблема заключается даже не в том, что все эти отзывы, они больше носят эмоциональный, а не рациональный характер. А заключается в том, что как редакция журнала, так и я предлагали тем, кто критикует соответствующие статьи, написать свои контраргументы и указать, в чем неправ автор, в чем ошибся автор. Однако, ни один из тех, кто высказывал какие-то критические замечания, не написал свои опровержения, свои контраргументы. И, собственно говоря, это и указывает на проблему, которая сложилась в системе защиты диссертаций, как налоговых, так и вообще диссертаций, прежде всего по праву. Заключается эта проблема в следующем, что сейчас в системе защиты сформирована система контролируемой критики. То есть, критиковать работы может только тот человек, которого выбрали участники защиты. Ну и понятно, что критика должна быть дозированной для того, чтобы лицо могло спокойно защититься, ну и дальше жить с такой диссертацией. Соответственно, в том случае, если критика, ну что называется, является внесистемной, то, безусловно, она подвергается достаточно серьезной обструкции со стороны участников защиты диссертации, да и вообще со стороны этих лиц, которые формировали вот такую особенную систему защиты. Другая проблема, на мой взгляд, она больше всего и возмутила критиков, что когда я говорил о проблемах диссертации, то я называл конкретные диссертации и конкретных авторов. А по этим данным можно понять, кто был научным руководителем некачественной работы и где вообще эта некачественная работа защищалась. То есть, это что называется, накладывалась тень, нехорошая, как говорится, тень, на научных руководителей и на диссертационные советы. Вообще, я замечу, что вот эта проблема, когда не называются конкретные работы, когда они критикуются, эта проблема свойственна не только налоговому праву, но и вообще работам, которые связаны с анализом проблем диссертационных исследований. То есть, очень часто можно встретить работы, когда авторы, хотя и описывают проблемы, но делают сноски, что они не будут называть конкретных авторов, ну, поскольку, по их мнению, это противоречит неким этическим нормам. Ну, правда, я таких этических норм не знаю, но тем не менее. И здесь я бы хотел заметить, что такого рода работы, они, что называется, имеют половинчатый характер. Да, конечно, они описывают проблемы, связанные с диссертациями, и, возможно, то, что лица, которые прочитают эти проблемы, не допустят тех ошибок, которые допускали прежние соискатели ученых степеней. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у такого рода работы должна быть и другая функция, а именно превентивная, чтобы соответствующие ошибки дальше не допускались, не только тем, кто пишет работы, но и также научными руководителями, диссертационными советами, то в данном случае необходимо прямо называть авторов спорных работ и название этих работ. И, соответственно, когда вы этого не делаете, то вы, соответственно, упускаете из вида превентивную роль, которую могут играть соответствующие критические статьи. Здесь я бы хотел заметить, что есть положительный пример, когда действительно название авторов диссертаций и самих диссертаций сыграло серьезную положительную роль в улучшении качества диссертации, вообще качества системы защиты диссертации. Ну, а положительный пример, я думаю, многие знают, это интернет-сообщество «Диссернет», которое, в общем-то, подняло на новый уровень проблему защиты диссертации. И поэтому, когда я писал свои статьи, я исходил из того же, что на самом деле писать статьи абстрактно не имеет смысла. Надо говорить о проблемах и опираться на конкретные примеры, на конкретных авторов. Соответственно, дальше, когда я буду говорить о тех либо иных проблемах в диссертациях, я также буду продолжать называть конкретных авторов. Ну, какие у них диссертации, вы сможете сами посмотреть. И, соответственно, на их примере буду иллюстрировать проблему. Итак, первая проблема, о которой хотелось бы поговорить, это проблема выделения новых институтов в налоговом праве. Либо еще этот процесс называется институализация налогового права. В чем здесь проблема? Ну, во-первых, проблема в самом понятии. То есть, понятие не имеет четкого определения. И поэтому часто отмечают, да, что под институтами права, и в частности налогового права, может пониматься все, что угодно. Отдельные нормы, совокупность норм и так далее. Ну, то есть, различные правовые явления. Вторая проблема, на мой взгляд, наиболее острая, это то, что отсутствуют конкретные критерии, которые позволяют выделять правовые институты. Здесь следует заметить, что эта проблема достаточно активна. То есть, проблема критериев достаточно активно обсуждалась в советское время. Были серьезные работы на данную тему. Но все-таки не сложилось единого подхода и понимания, какие все-таки критерии следует применять при выделении того либо иного института права. Более того, здесь следует заметить, что применительно к отдельным отраслям соответствующие критерии могут носить те или иные особенности. И, кстати, замечу, что в налоговом праве какой-то серьезной работы, связанной с критериями, которые позволяют выделять институты права, я во всяком случае не встречал. Поэтому, кому интересно, они могут взять на вооружение данную тему и подготовить соответствующую исследовательскую работу. Думаю, она может стать интересной и достаточно полезной. Хотя, конечно, она достаточно теоретична, но, тем не менее, есть и определенные практические аспекты даже в этой проблеме. Следующий проблемный аспект, что на самом деле в связи с такой неопределенностью, как самого понятия института права, так и критериев, на основе которых института права выделяется, происходит, по сути дела, обесценивание данного понятия. То есть институты выделяются достаточно произвольно. И я замечу, что эту проблему, в том числе в налоговом праве, уже обозначали. Например, в работе Климовского об этом говорится. Несмотря на все эти проблемы, хотелось бы заметить, что все-таки отказываться от выделения тех или иных институтов в налоговом праве, я думаю, не надо. Но необходимо это делать обоснованно, а не произвольно. Но, к сожалению, с этим есть проблемы. И здесь можно привести ряд примеров. Например, в работе Попковой в качестве отдельного самостоятельного института выделяется институт налоговой выгоды. При этом автор считает, что данный институт, он базируется на одной статье, статье 54.1 Налогового кодекса, в которой заключено несколько норм, связанных с налоговой выгодой. Более того, автор выделяет даже субинституты. Это налоговая выгода по НДС, налоговая выгода по налогу на прибыль и так далее. Но при этом автор не приводит каких-то серьезных обоснований к тому, что существует такой институт. То есть ограничивается достаточно общими рассуждениями об институтах права. Следующая проблема – это проблема выделения так называемых комплексных институтов. Например, в работе Баринова выделяется комплексный институт налогового обязательства, который формулируется достаточно широко. То есть туда включаются обязательства права и обязанности налогоплательщика, обязанности, связанные с ведением налогового учета, отчетности, права и обязанности налоговых агентов, налоговых, таможенных и финансовых органов. Во-первых, вообще непонятно, какой смысл выделения такого широкого института. Понятие, которое, по сути дела, описывает во многом общую часть налогового права. Следующий пример – это пример работы Вычаровой. Вообще об этой работе я достаточно много говорил еще в первой части, которая была посвящена проблемам диссерционных исследований. Ну вот в этой работе также выделяется комплексный институт налоговой обязанности. При этом автор, пытаясь подтвердить, что это комплексный институт, указывает на то, что он упоминается в теории права, в кондиционном праве упоминается налоговая обязанность. Ну и кроме того, что налоговая обязанность, она обеспечивается инструментами, институтами гражданского права. Здесь очевидно, что смешиваются правовые явления разного порядка. С таким подходом вообще любое правовое явление можно характеризовать как некий комплексный институт. Повторюсь, все эти проблемы, они не говорят о том, что необходимо отказаться от выявления институтов, в том числе институтов налогового права. Однако такой процесс, он должен быть обоснован. И здесь нельзя исключительно преследовать цель, показать новизну работы. То есть, дескать, я выделил институт, значит, у меня есть определенная новизна. Нет, необходимо еще достаточно провести много работы для того, чтобы обосновать, что действительно есть, как сформировался некий новый институт. Ну и как необходимо это делать? На мой взгляд, во-первых, необходимо провести достаточно серьезную теоретическую работу и необходимо привести теоретическое обоснование. Необходимо указать, четко указать, какими критериями руководствуется автор при выделении того либо иного института. То есть, в теории права встречаются такие критерии, как предмет, метод, функция, цель. И автору, помимо того, что необходимо выделить соответствующие критерии, необходимо указать, почему одним критерием он дает приоритет, а другие не используют при выделении института. Следующий аспект. Необходимо все-таки проанализировать соотношение нового института с другими институтами. Почему это необходимо сделать? Потому что зачастую выделяются институты, которые в действительности являются составляющей более крупных и более, скажем, старых институтов. То есть, необходимо обосновать, почему тот или иной институт, который выделяет автор, не является составной частью уже существующего традиционного института налогового права. Ну и, наконец, на мой взгляд, наиболее важная часть, связанная с выделением института, необходимо обосновать, какая практическая значимость существует в этом и какие возникают практические последствия. Ну, например, необходимо проанализировать, насколько адекватно тот или иной институт, который выделяет автор, он отражен в законодательстве, необходимо ли вносить какие-то изменения в законодательство. Например, необходимо ли выделять специально под тот или иной институт отдельную главу, Ну, скажем, налогового кодекса, либо вообще, может, необходим отдельный кодекс под этот институт. Все это, безусловно, необходимо отразить, и тогда вывод о том, что в налоговом праве есть какой-то новый институт, либо то, что автор одним из первых выделяет этот институт, он будет выглядеть обоснованным. Следующая проблема – это проблема применения междисциплинарных подходов в диссертациях по налоговому праву. Вообще, следует заметить, что междисциплинарный подход – это современный тренд в научных исследованиях. Но при этом вообще следует заметить, что это уже нельзя говорить, что это новый тренд. Это такой стандартный тренд, который развивается в различных науках и достаточно активно используется и позволяет при использовании междисциплинарного подхода приходить к новым важным выводам. К сожалению, как в налоговом праве, так и в праве в целом междисциплинарный подход, хотя и пытаются применять, но, на мой взгляд, все-таки недостаточно эффективно. Что касается вообще налогового права, то, на мой взгляд, междисциплинарных работ недостаточно. То есть, по-хорошему, их должно быть больше, но здесь, конечно, есть проблема, что необходимо быть специалистом достаточно серьезным, специалистом не только в налоговом праве, а и в другой дисциплине, которую пытаются применить. Конечно, следует заметить, что междисциплинарная работа встречается, но прежде всего такой междисциплинарный подход, он применяется на стыке права и экономики. Хотя могут быть достаточно интересные работы на стыке не только права, но и иных направлений науки, не только экономики. Что касается, опять же, диссерционных работ по налоговому праву, то каких-то серьезных самостоятельных исследований, которые можно назвать междисциплинарными, я таких исследований назвать не могу. Но в отдельных работах встречаются попытки применить междисциплинарный подход при анализе тех либо иных явлений. Но, прямо скажем, в большинстве случаев эти попытки выглядят неудачными. Например, можно привести работу Баринова, о которой я уже говорил, в которой автор на основе тех либо иных положений права, которые связаны с налогами, пытается делать различные выводы, которые, наверное, можно отнести к социальным наукам. Так, например, на основе наличия пониженных ставок по финансовым операциям автор делает выводы о правящем классе. Другой пример в этой же работе – это то, что, по мнению автора, положение Конституции, которое связано с налогами, они указывают на победителей в холодной войне. Но, на самом деле, абсолютно непонятно, на основе чего автор делает такие выводы и чем он руководствуется, делая такие выводы. Следующий пример – это работа Бачурина. И здесь автор пытается обосновать идею, что некая национальная идея, она должна лежать в основе регулирования НДС. Ну, то есть, видимо, здесь есть какой-то стык налогового права и политологии. И автор в качестве положительных, позитивных примеров приводит примеры национальной французской идеи, германской идеи, американской идеи, даже российской идеи. И указывает на то, что, поскольку данные идеи лежали в основе регулирования налогово-бюджетных отношений, это позволило достичь хороших результатов. Однако, говоря о хороших результатах, безусловно, автор мог бы подтвердить это какими-то числовыми статистическими показателями. Но, к сожалению, в работе этих статистических показателей обнаружить не удалось. То есть, вообще непонятно, на основе чего автор строит мысль о том, что некая национальная идея может позволить эффективно регулировать те либо иные налоговые отношения. Справедливости ради следует заметить, что работа Бачурина, кстати, это была попытка защитить докторскую диссертацию, вот, работа Бачурина не была защищена. То есть, диссертационный совет не поддержал идеи, которые высказывались авторам. Несмотря на то, что, да, пока сложно найти какие-то удачные междисциплинарные исследования, междисциплинарные подходы в налоговом праве, отказываться от них нельзя. Однако, когда вы пытаетесь их применять, то все-таки, опять же, здесь важно, что вы их применяете обоснованно. То есть, во-первых, вы должны проиллюстрировать четко связь между различными правовыми и иными явлениями. И, конечно же, необходимо охарактеризовать эту связь. То есть, является она причиной связи, то есть, когда одно не может обойтись без другого, либо есть какая-то корреляция, либо какая-то иная связь. Но, тем не менее, необходимо все-таки непроизвольно устанавливать эти связи, да, а иллюстрировать их и объяснять. Так, следующая проблема – это проблема, связанная с иностранным опытом, который исследуется в диссертациях по налоговому праву. Вообще, безусловно, когда исследуется иностранный опыт, это обогащает науку, в том числе налогового права. И всегда такие работы, они выглядят выигрышно, потому что в большинстве случаев, ну, то есть, лицо рассказывает о чем-то новом. То есть, такие работы очень интересно читать. Но есть определенные проблемы именно потому, что в данном случае речь идет о диссертационных работах, которые, на мой взгляд, все-таки должны иметь определенную пользу не только для того, чтобы расширить свое мировоззрение, но и должны иметь пользу для налогового права. То есть, на основе таких работ можно делать какие-то выводы применительно к российской налоговой системе. Однако, здесь сформировалось несколько проблем, ну, либо проблем, либо подходов. Первый подход – это то, что на самом деле исследования проводятся вне связи с Россией. То есть, просто исследуются те либо иные особенности, связанные с налогами в иностранном государстве, но при этом не делается вообще никаких выводов применительно к России. И здесь в качестве примера можно привести работу Дементьевой. Эта работа, она была связана с проблемами налогов в Испании. Вообще, следует заметить, что сама по себе работа очень хорошая, и сразу видно, что проанализировано много материала, есть понимание этого материала. Ну, и вообще, как я понял, автор работает в посольстве в Испании. То есть, в общем-то, автор хорошо разбирается в той теме, о которой писал. Однако, автор, ну, по сути дела, прямо в своей работе говорит о том, что эта работа не направлена на какое-то сравнение с Россией. Исследуя вот этой фразе, автор, в принципе, не делает каких-либо выводов, связанных с тем, применим ли тот либо иной подход, испанский подход к российской налоговой системе, либо нет. Второй подход. Он в определенной степени затрагивает налоговую систему России, но затрагивает поверхность. То есть, в чем он заключается? Авторы достаточно глубоко исследуют иностранный опыт, выделяют какие-то институты, которые, по их мнению, являются положительными, позитивными, и считают, что такие институты можно внедрять и в российскую налоговую систему. Но проблема заключается в том, что, во-первых, авторы, в принципе, не исследуют российскую налоговую систему, и многие аспекты ее упускают из виду. Ну, и, во-вторых, они не сравнивают те условия, которые существуют в иностранном государстве, и те условия и положение законодательства, которые существуют в России. В результате этого может получаться так, что их выводы фактически основаны на неверном понимании российского законодательства, либо их выводы недостаточно обоснованы. И здесь можно привести ряд примеров из работы Айдаевой. Так, например, анализируя налоговые аспекты в государствах общего права, автор считает, что в России необходимо, как и в государствах общего права, внедрять правила о том, что изменения в налоговое законодательство, они не могут вноситься законами, которые регулируют иные отрасли права. Но дело в том, что такое правило уже существует в налоговом кодексе, а именно в пункте 7 статьи 1 налогового кодекса. Да, здесь следует, кстати, отметить, что об этом правиле очень часто забывают не только депутаты, которые готовят соответствующие законопроекты, но даже в готовых законопроектах, да, об этом правиле забывается. Но, тем не менее, оно существует, и, к сожалению, автор диссертации об этом забыл. То есть, по сути дела, он предлагает внедрить то, что уже существует. И я думаю, это во многом связано с тем, что автор, ну, мало, либо недостаточно, да, внимания уделял вообще налоговому регулированию. Второй аспект – это то, что автор предлагает, опять же, установить правило, то, что законопроекты могут рассматриваться законодательным органом только в том случае, если есть на них положительное заключение правительства. Однако это предложение, оно тоже, на мой взгляд, спорно в связи с тем, что достаточно серьезно нарушает баланс, который должен существовать между ветвями власти. И здесь этот баланс нарушается в пользу исполнительной власти. Следующий подход, он отражен, на мой взгляд, достаточно ярко в работе Чо Ин Джин. В данном случае работа была посвящена регулированию как в Корейской Республике, Республика Корея, то есть это Южная Корея, и происходило сравнение, которое существовало в Корее применительно к регулированию налогов, а также сравнение с регулированием, которое было в Российской Федерации. И, на мой взгляд, это самый верный подход. То есть вы анализируете то, что есть в иностранном государстве, вы анализируете то, что есть в России, и на основе этого можете сделать какие-то обоснованные выводы. Но, несмотря на то, что я говорю, что подход сам по себе верен, но то, как он был реализован в работе Чо Ин Джин, вызывает определенные вопросы. В чем здесь проблема? Во-первых, следует заметить, что по большей части применительно к анализу, скажем, регулирования, которое есть в Российской Федерации, да это, по сути дела, не анализ, это пересказ положений налогового кодекса. Второй аспект, что ряд тех утверждений, которые делает автор, но эти утверждения недостаточно обоснованы. Например, автор позитивно отзывается о возможности введения налога на безработных. При этом в качестве такого позитивного примера такого регулирования указывается Республика Беларусь. Однако следует заметить, что даже на момент подготовки диссертации этот вывод, он уже был не актуален, поскольку налог на безработных в Беларуси, он был отменен из-за достаточно серьезных недостатков. Ну и более того, вообще введение налога на безработных требует достаточно серьезного анализа применительно к соблюдению конституционных норм. Следующий аспект – это то, что авторы указывают, что введение регулирования в налоговый кодекс страховых взносов позволило упростить порядок уплаты страховых взносов, то есть вместо четырех платежей теперь плательщики страховых взносов, они должны платить один платеж. Но абсолютно непонятно, на чем основан данный вывод. Кроме того, здесь следует заметить, что очень бросается в глаза огромное количество ошибок орфографических, пунктуционных в данной работе. Я не знаю, здесь необходимо ли эти претензии предъявлять автору работы, либо его научному руководителю, но, тем не менее, на этот аспект следует обратить внимание. Так, ну и в заключение хотелось бы поговорить о качественных диссертационных исследованиях по налоговому праву. Начать хотелось бы с работы, о которой я уже говорил, это работа Дементьевой, которая посвящена отдельным аспектам налогового регулирования в Испании. Действительно, работа интересная, качественная, основана на глубоком анализе и понимании материала. И вообще, когда я критиковал эту работу, говоря о том, что в ней нет выводов, которые можно было бы применять для улучшения российского регулирования, это во многом не критические замечания, а больше сожаления. Потому что, на мой взгляд, человек, который может написать качественную работу по иностранному государству ООН, в принципе, может сделать качественные и обоснованные выводы, которые можно использовать и в российском законодательстве. Следующая интересная работа – это работа Фадеевой. Она посвящена налогам в Сингапуре. Работа интересная, много интересных выводов. Конечно, с рядом выводов можно поспорить, и, на мой взгляд, они недостаточно обоснованы. Эти выводы связаны с внедрением тех либо иных аспектов регулирования в российскую правовую действительность. Но, в любом случае, работу я считал с большим интересом. Наконец, еще одна работа – это работа Извекова. Она посвящена особенностям налоговых отношений при банкротстве. На мой взгляд, сильной стороной данной работы является, скажем так, теоретическая часть. Там достаточно четко обозначена роль государства в банкротстве, в том числе роль государства применительно к налогам. Есть определенные спорные моменты. На мой взгляд, самые спорные моменты связаны с теми предложениями по улучшению налогового законодательства, которые предлагает автор, поскольку ряд этих предложений я, в принципе, либо не понимаю, либо они требуют дополнительного обоснования. Но, тем не менее, опять же, работа интересная, и, в общем-то, я ее с большим интересом прочитал. И поэтому рекомендую все три работы. Так, ну, а на этом все. Надеюсь, мои рассуждения и мысли были кому-то интересны. Ну, а я постараюсь продолжать анализ диссертационных работ. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До встреч.